Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радио Народная волна» на частоте 1430 М99,1 FM. На нашем веб-сайте radio-nvc.com, на нашем YouTube-канале, ну и с помощью бесплатного приложения на iPhone, iPad с вами в студии Анатолий Червец. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Зацепин. У нас есть телефонный звонок с самого начала. Давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день еще раз, Анатолий Сергеевич. Добрый день. Добрый. Да, вынужден еще раз этот же вопрос задать. Как ваши комментарии по поводу Сиэтла и Котлэнда? Ввели войска, ничего не добились и вывели их. Ну, по-моему, это самый худший вариант. Лучше бы не вводили. Я смотрю уже среди сторонников Трампа очень большое разочарование. Известно, какие планы, что он собирается дальше делать. Спасибо. Спасибо вам, Юрий, дело. Вы понимаете, дело не в планах. Я немножко с вами не согласен. В том смысле, что они пришли, ничего не сделали и ушли. Значит, здание суда осталось стоять на месте. Его не подорвали, его не сожгли, его не разнесли в пух и прах. Это была основная цель ввода войск. Вы не забывайте, что они же вводили войска не для того, чтобы подавлять восстание. Войска были, то есть федеральные агенты были введены для того, чтобы защитить федеральную собственность, то есть здание суда. То, что они задумали, это было сделано. Поэтому их цель абсолютно достигнута, без всяких вопросов. А то, что произошло в Сиэтле, опять же, пришли федералы. Там не было настолько длительного попыток покуситься на федеральную собственность. Поэтому они пришли, посмотрели, немножко все это дело пошло на спад. В Сиэтле их вообще вывели, а в Портленде они еще ведут переговоры, и не сразу все уйдут. Поэтому немножко с вами не согласен. Да, в Портленде я слушал интервью о online security. Он сказал, что если полиция, да, собственно, все говорят, и президент сказал, «Если полиция наведет порядок, если местные власти наведут порядок, то не будет необходимости в федеральных агентах. А если не наведут, значит, мы будем наводить порядок». Да, так что в Портленде они еще остались. Они до сих пор продолжают выполнять свою задачу в отношении суда. У них не было других задач. Они не были посланы туда для того, чтобы подавить восстание, вернуть власть советами. Это было бы illegal. Ну да, конечно. А вот то, что они делают, охраняют федеральную собственность, это легально. Хотя, конечно, во время слушаний вчера пытались обвинить и бары, и президента. Вообще, слушание – это отдельная картина. Это отдельное шоу, это отдельный разговор. Это насколько демократы... Я не знаю, может быть, кому-то из тех, кто голосует за демократов, это нравится, потому что я видел в комментариях, а по некоторых особо одаренные демократы пишут, вот бар, дескать, мямлил, бямлил, даже не смог ответить ни одного вопроса. Ну, какая-то женщина написала. Не хочется оскорблять женщин, но либо она не смотрела, либо она, я не понимаю как. Потому что, по сути дела, слушание – это когда вызывает человека. Вот они год добивались, или два года добивались, год от бара, чтобы он пришел, чтобы его выслушать, задать ему вопросы. То есть предполагается, подразумевается под слушаниями, что законодатели будут задавать чиновнику вопросы, чиновник будет на эти вопросы отвечать, как-то ситуацию прояснять, если им что-то непонятное, и они почерпнут какую-то информацию для себя и успокоятся, либо, наоборот, возбудятся. Но тут же было совсем другое. То есть пару, за исключением вступительного слова, опенинг, ему не давали слова сказать. Причем они не вопросы формулировали. Это было такое пропагандистское, демократическое, я бы сказал, неофашистское шоу. Потому что они не задавали вопросы, они не пытались прояснить ситуацию, не получить ответы на эти вопросы. Каждый из этих демократических законодателей, кто же за них голосует, блин, просто скандировал, орал, причем грубые окрики в адрес генерального прокурора, на язык рвутся слова, которые не предназначены для эфира. Нельзя. Нельзя, я себя сдерживаю с таким трудом. У меня кровь кипела, когда я наблюдал эту мерзкую, омерзительную картину. Надлер со своим выступлением, позор еврейского народа, Господи, ушлепок. И каждый из них выступал, и каждый не давал Бару сказать слово. Он пытается что-то сказать. Он даже сказал, говорит, ну, вообще, я думал, вы меня пригласили для того, чтобы послушать меня. Это называется слушание, херинг. Почему? Ну, в общем, картины абсолютно омерзительные. Я думаю, что американцы все это видят, наблюдают и понимают. Ну, за исключением абсолютно отмороженных, которые будут голосовать за коммунистов, за фашистов, за все что угодно. Лишь бы не Трамп. Лишь бы не Трамп. Ты знаешь, я вчера вот это дело послушал. Для себя я сделал два вывода. Причем я тебе сказал, что я слушал. Я вчера это действительно, вот я решил полностью посвятить свое личное время, вот от корки до корки. После всего того, что я услышал, я сделал два вывода. Первый вывод это тот, что если мы после этого, именно вот после этих слушаний, не оставим за собой Сенат и не получим Нижнюю Палату, я имею в виду республиканцы, то в этой стране намного больше проблем, чем просто потерять Сенат, Палату, президента и так далее. Потому что я не понимаю, каким нужно быть, вот как ты сказал, ушлепком для того, чтобы, проследив за всеми этими слушаниями, для себя не прийти к выводу, что да, ребята, вы, конечно, ну уже совсем поехали рассудком, и нам с вами делать нечего. Это раз. Давай, примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, ребята. Спасибо, что вы есть. Это Евгений. Да, же. Я хочу, знаете, один вопрос прояснить. Первое. Каждые пять минут начинает нагревать вот эту вот температуру по поводу выборов по почте. Насколько я, я уже стал сомневаться вообще в своих знаниях, насколько я понимаю, что выборы проводит руководство штатов, законы штата, конституция штата обязывает проводить выборы. Но теперь я не могу понять, те штаты, где мы все равно не выиграем, да пусть они, хоть я не знаю, хоть на чем они хотят, пусть проводят выборы, по почте или на самолетах или как. Но в республиканских штатах кто может заставить нас голосовать по почте? Не-не, Женечка, Женечка, дело идет не в республиканских штатах, дело идет в штатах, где под вопросом, в какую сторону они повернут. Вот в чем дело. Я понимаю. Вот и все. Борьба идет не за демократии. У республиканцев борьба идет не за республиканские штаты. И не за демократические штаты. Борьба идет за штаты, так называемые swing world states. Правильно, но в этих штатах, есть в одних штатах, где регистратура республиканская, а есть где демократическая. Да, так вот в этих штатах, поэтому борются за то, чтобы голосовать воочию. Я понимаю. Чтобы не потерять голоса. И последнее, я еще хочу одну секунду. После вчерашнего слушания генерального прокурора, был один положительный момент. И мне он очень понравился. Когда выступал Джон Джордан, он именно показал фильм, документальный фильм. Что творится. Я в этот момент переключил сразу на CNN. Оказывается, они тоже показывают, потому что они новостной канал. И вот те уроды, которые любят смотреть CNN, они же говорят, что там ничего нет. Что это миф, как говорит этот ушлепок манхэттенский. А вот увидели, что это не миф. Что это не женщины и не ветераны убивают полицейских или стараются убить. Вот это я положительный момент хотела определить в этом случае. Да, да. Хоть что-то. Спасибо вам, ребята, за вашу работу. Будьте здоровы. Спасибо огромное. Мы все равно победили. Конечно. Не дождался радиослушатель 847-400-5200. Телефон нашей студии, если будет вопрос или желание. Ты слышал выступление Дага Коллинца? Не полностью. Я знаю, о ком ты говоришь, который сейчас блокируется в Сенат. Ты знаешь, он меня просто удивил тем, что он обычно, он такой боевой дядька, он так говорит красиво, быстро, но красиво. Вчера такое впечатление, как будто ему в кололи дозу какого-то успокоительного. Он вообще из себя ничего не предстоит. Там единственный, который воевал, это был Джордан, но то в самом начале. Все. Окей, давай примем звонки. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Алло, алло, алло. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Я тоже повторю свой вопрос. Во-первых, что слышно с траншем для населения, как он пока рассматривается. И второй вопрос. Ваш прогноз на 3 ноября, что будет? Многие предсказывают всю-таки гражданскую войну. Ваши мысли на этот счет? Спасибо, спасибо. Значит, сейчас идут переговоры между демократами и республиканцами. Сейчас идут переговоры между республиканцами и республиканцами. Пока что. Вообще анекдот. Просто анекдот. Чтобы партия не могла собраться воедино. Это традиционно так. Они редко когда, за редким исключением, все время так. Внутри партийные разногласия. Внутри партии есть плюрализм мнений. Это же не коммунистическая демократическая партия, где железная дисциплина. Согласен. Шаг вправо, шаг влево в попытках бегства и готов. Скажи мне такую вещь. Я вчера, мы собрались с друзьями, там по другому поводу, но зашел разговор опять же о политике. И вот решали вопрос. Объясни мне. У нас нет ни одного триллиона долларов. Ни трех триллионов долларов. У нас есть долг 20 уже, по-моему. 26 уже, да. Значит, все равно нужно либо занимать, либо печатать. Объясни мне, какая, прошу прощения, в заднице разница. Я объясню. Скажи мне. Потому что в три триллиона долларов заложены палоси вот этих радикальной палоси демократов. Это не просто деньги три триллиона долларов. Это изменения. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Дело даже не в деньгах. Хотя, с одной стороны, конечно, есть республиканцы, которые переживают по поводу того, что растет государственный долг, что это деньги и так далее. А есть республиканцы, которые понимают, что в этом заложено палоси. Не просто деньги, так сказать. В этом заложено палоси. Во время, когда решался вопрос, ты помнишь, бюджета, когда Трамп только стал президентом. И Трамп подписал вот тот... В полтора... Один и три триллиона. Один и три десятых триллиона только потому... Ну, что шли деньги на вооружение. Окей. Значит, он мог это сделать? Мог. Теперь у меня вопрос. Вот эти три триллиона... Да, дайте вы им три триллиона, но боритесь за какую-то свое палоси тоже. А у нас получается так. Мы им не дадим, но и себе не получим. Тогда объясни мне вообще пункт. А ведь народ... Смотри. Интересная вещь. Они, я сейчас говорю про республиканцев, они хотят уменьшить вот эти 600 долларов на 200, да, unemployment checks и так далее. Они хотят развивать бизнес. Объясни мне, о каком развитии бизнеса идет речь, если половина штатов не хотят открываться вообще. Школы закрыты. Какое развитие бизнеса... Правильно. Так вот, в три триллиона демократов заложена как раз вообще невозможность открытия штатов. Так вот, дайте три триллиона и делайте какой-то переговоры на счет чего-то. Они дадут три триллиона, это значит, что до декабря месяца никто ничего не... Во всяком случае, до третьего, до четвертого ноября. Да. Никто ничего не откроет, никто никуда не двинется с места. А так ты считаешь, что откроют? Так не знаю. Вот это он и... Так не знаю, а так точно не откроют. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос по поводу выборов. Пожалуйста. Допустим, мы получим эти письма. И, допустим, я не хочу отвечать на пункты, я хочу пойти проголосовать. А пункты не будут открыты, допустим. Возможно, такой вариант? Нет, нет, пункты будут открыты. Пункты обязательно будут открыты. Конечно. Пункты будут открыты, если вы захотите, пойдете проголосовать. С этим делом нужно еще разобраться. Объясни мне, ведь приходит сначала application, что ты запросил голосование по почте, правда? Да, правильно. А вот если тебе уже пришел бюллетень, и даже ты не проголосовал, выбросил его, а потом пришел на избирательный участок, то тебе не дадут возможности голосовать, потому что считается, что ты уже проголосовал. Почему? Потому что тебя отправили бюллетень по почте. А где... А неважно. Где рекорд в том, что тебя отправили по почте? Есть рекорд, они же отправляют не просто... Но должен же быть запрос? Да. Ну, а если у них нет от меня запроса, как же они могут мне прислать без моего ведома бюллетень? Нет, я говорю, в том случае, если ты получил бюллетень по почте, но не проголосовал, а выкинул его? Нет, если я его получил, но я его не запрашивал, у них нет рекорда того, что я его запрашивал, они не могут мне отказать. В общем, такая мутная история со всем этим, разбираться и разбираться, и вот надо нам самим до конца все понять, хотя я до конца так и ничего и не понял, потому что каждый день получаю все новую и новую информацию, которая одна веселее другой. Добрый день. Турор, посеявший оголтелых, потеявший бандитизм и этих оголтелых недочеловека, крушащих нормальную жизнь, уничтожающих нашу культуру, истории, ценности, созданные веками трудолюбивым американским народом. Просто поощрение хулиганов, бандитов, расистов, позорящих честных людей, беззащитных американцев, живущих в мире и сотрудничестве со всеми другими людьми, я имею ввиду расу, цвет кожи, всех народов, языков и все. И никто ничего не сказал. Возмущен? Возмущен. Спасибо большое. Я понимаю ваше возмущение. Кстати, ты вчера, Алгомарта, ты не дождался? Смотрел, сейчас передзам. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Эти убытки, которые они имеют, это часть. Еще я хотел бы добавить насчет выборов. Посмотрите, зачем эти все демонстрации? Много есть людей, которые сомневаются, боятся. Люди скажут, слушайте, зачем нам эти проблемы? Может, придет другой, будет тихо. Вот эти люди, вот эти все демонстрации, вот этих людей, которые ни то ни сё, они останутся дома, они не пойдут, они скажут, лишь бы было тихо. Ну, не знаю, много таких примеров, понимаете? Поэтому самое главное, чтобы Крам показал, если он президент Ло и Нодер, как он говорил, он должен это все успокоить. Если все это успокоится, все придет в норму. Ну, не то, что я вам сказал. Спасибо большое. Спасибо. Ты понимаешь, я, вот клянусь тебе, я не понимаю, что вчера произошло. Вообще, настолько это Гомерд, который обычно так классно выступает. Он не орет, он не дебоширит, но он четко, тихо говорит ни одного слова. Ни он, ни Розентол, ни этот вот, неважно. Я вчера столько наслушался, я уже всех фамилии позабывал. Но, объясни мне такую вещь, что это за... То есть, приглашают человека на слушание, правильно? Как это так? Вы ему ограничиваете время вступления. Что это значит? Это значит, еще раз, это формально называли слушанием. На самом деле, фактически, это пропагандистское шоу с целью облить грязью, дискредитировать генерального прокурора, президента, в связи с тем, что генеральный прокурор, используя, следуя букве закона, проводит расследование. И верхушка демократической партии, которая коррумпирована до глубины корней волос, трясется. Единственный способ, так сказать, когда все вскроется, когда, ну, собственно, мы-то об этом догадываемся, знаем, частично, то, чтобы как-то это сгладить, нужно дискредитировать Министерство юстиции и сказать, что вот, ну, они же... Тема была такая. Он защищает друзей Трампа и наказывает, так сказать, друзей... Противников Трампа, да. На что Барс спросил. А ну-ка, назовите мне, кого из противников Трампа, кому из противников Трампа мы предъявили обвинение? Назовите мне хоть одно имя. Но это же такой вопрос, может, обращен к людям, у которых есть совесть. Хоть, ну, хоть капля совести. Это же сидят абсолютно отмороженные, повторяют как попки одно и то же. Так вот, это не было слушанием, как мы его себе представляем. Это было пропагандистское шоу, устроенное за деньги налогоплательщиков. Вот и все. Еще одна вещь, которая меня натолкнула на интересную мысль. Я не думаю, что они рассчитывали, что кто-то будет смотреть их от начала и до конца. Значит, если ты заметил, сначала первых... Там же в этом комитете 30 человек в общем. Там получается, по-моему, 19 демократов и 11 республиканцев. Значит, что они сделали? Они дали демократам таким беззубым, более-менее совестливым выступать, чередуясь с республиканцами. А потом остались одни такие... Самые отъявленные негодяи и мерзавцы. И потом они пошли без всяких перерывов. Без перерывов, да. Добрый день, пожалуйста, Федя. Алло, добрый день. Меня зовут Евгений. Спасибо вам большое за передачу. И мой комментарий такой, что... Скажите, пожалуйста, ну... Вот эти оценки политических деятелей, которые ведут себя абсолютно... Как вы правильно их называете, демофашисты, абсолютно корректны. Но что касается их избирателей, которые за них голосуют из года в год... И еще один небольшой комментарий к человеку, который предъявил претензию президенту, что он, дескать, недостаточно действовал, или поздно, например, действовал, или, может, не вводит войска. После президента Никсона, к сожалению, Америка представляет собой парламентско-президентскую республику, которая связывает президента в его желаниях по рукам и ногам. И президент не царь и не бог в США, чтобы куда-то направлять или не направлять войска. И он не может указывать генеральному прокурору, как ему действовать, кого расследовать, кого не расследовать. К сожалению, так. Спасибо большое. Спасибо вам. И еще один звонок, прежде чем мы идем на перерыв. Или... Алю? Нет, человек не дождался. Хорошо, давайте тогда мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся. Обязательно продолжим. Возвращаемся в программу. Телефон в студии, вы помните. 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Алло, добрый день. Добрый. Спасибо. У меня пару вопросов есть. Первый, я вот хотел уточнить, я не совсем проследил внимательно за вопросами, которые были по поводу ввода федеральных войск в Портленд, там и в другие города, там были какие-то трения, возражения и так далее. Я не знаю, вообще точно не слышал, опять-таки, чем там это все закончилось, на каком уровне. Это первое. И второй вопрос хотел узнать, если вы что слышали по поводу сегодняшнего заседания с этой большой четверкой Tech Companies, если там что-то, какие-то новости есть. Если можно, пожалуйста, расскажите. Спасибо большое. Спасибо. Поэтому на федеральном уровне было принято решение усилить охрану федеральных зданий. Вот и все, больше ничего. Такова ситуация. Что касается сегодняшних слушаний, я маленько послушал, но, честно говоря, трудно ожидать какие-то серьезные последствия. Ну, там, правда, муссируется вопрос по поводу закона о траст... Анти-траст. Да. То есть, это отмена монополии. Монополии, да. Антимонопольное законодательство поднимается, но навряд ли что-то сделают, потому что все эти люди, которые там сидят, они почти все куплены с потрохами, со всем на свете этими самыми компаниями. Компании, кстати, ведут себя безобразно абсолютно. Абсолютно безобразно. Вот сегодня там были случаи, целые группы с Фейсбуку вдруг исчезали, потом, правда, появлялись после того, как народ начинал возмущаться. Там по 15 тысяч человек в группе, вдруг раз группа исчезла. Нет. В общем, все эти компании большие, это Google, это Twitter, это Google... Google, господи, Facebook... Apple. Apple. Кто еще четвертый? Twitter. А, Twitter, да. А все эти компании, безусловно, стоят, не ведут себя нейтрально, безусловно, заняли определенную позицию, безусловно, поддерживают. Кстати, там тоже был, кто-то задал вопрос по поводу того, что попала переписка, да, Джордан опять, Джим Джордан, что в руки попала, достоянием гласности стала переписка, где они точно говорят, там, маркетинг-директор по каким-то меньшинствам или там по группам, что они предпринимают все усилия, чтобы поднять латинос, чтобы голосовали за Хилари Клинтон. То есть, эти большие компании... То есть, собралась такая мощная-мощная коалиция. В прошлый раз им это не удалось. А я не знаю, как будет в этот раз. Такая мощная коалиция, как демократы, фашисты, которые называют себя неофашистами, Black Lives Matter, это вот такая российская черная организация, вся мидия, ну, Голливуд уже, похоже, накрывается медным тазом, плюс китайцы вкупе с демократами. Вот такая коалиция собралась. Я не знаю, каким образом мы будем им противостоять. Но противостоять мы все равно будем, и мы все равно победим. Я не знаю, насколько, допустим, трамповская база, Бейс, как называется, насколько трамповская Бейс реагирует на то, что происходит в этих средствах массов. Другими словами, те, кто голосовал за Трампа, его база такая станется, и никуда она не денется. Абсолютно. А вот посмотрим, как отреагируют те, которые болтаются туда-сюда. Ну, болтаются. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я насчет того, что президент не имеет права приказывать кому-либо, чего-либо. А вот наш предыдущий президент полностью контролировал и приказывал Холдеру, Линчу, Бренену, Коми, чего хотел и добился чего хотел. И у меня такое впечатление, что он по сей день контролирует все наши спецслужбы, потому что все эти последние неприятности с нашей стороны и с Трампом непосредственно связаны с нашими спецслужбами и с демократами. Да, к сожалению. А действительно, спецслужбы, которые всегда находились, теоретически находились вне политики, во всяком случае, так им предписывается, быть вне политики, были политизированы предыдущие администрации просто потрясающе. Ну и потом, спецслужбы, это ведь чиновники, по большому счету. Это же не те, которые в поле работают с Сахой и Баршой. Нет, это чиновники, это чиновники, которые закончили университеты, Лигу Плюща, как правило. То есть лаера, леволиберальные, которым не надо отдавать команду порой, они сами готовы, так сказать, действовать против президента Трампа в интересах леворадикальной идеи. Их сотни, их тысячи этих чиновников, которые, которым все наши беды и страдания до фени, по барабану. Поэтому они себя так ведут. Кстати, чиновница, которая готовила материалы для Верховного Суда по поводу переписи населения, это то, что осталось после Обамы. Тоже такая же левая жаба, которая специально сделала так, что у Верховного Суда появился повод для того, чтобы отказать в принятии решения. То есть сидят люди по идеологическим соображениям, кто-то из них может быть куплен, а кто-то так. Поэтому, к сожалению, все движется не так, как хотелось бы, не так быстро, как хотелось бы, но перемены происходят, перемены положительные происходят. И я думаю, что после того, как президент и даст Бог Нижнюю Палату и Верхнюю оставим за собой, Нижняя Палата вернется к республиканцам, я думаю, реформы пойдут гораздо быстрее. Несмотря на весь писк этой МИДе, которая является отделом пропаганды Демократической партии. Ты знаешь, мне нравится, а звонок, добрый день, вы в эфире. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Ведущий, ну, одно слово по поводу республиканцев. Конечно, они сейчас, в основном, в эмоции представляют жалкое зрелище, но других у нас, для нас нету, понимаете. Поэтому, что приходится с этими рейсами. А теперь по текущим делам. Вы наверняка где-то видели, может быть, фотографии уже из этих самых молокососов, полностью обмундированных, как полицейские, со счетами, со счетками, которые стоят несколько тысяч долларов. Откуда у молокососов деньги такие? Ясно, что и не муские. А второе, это было дня два назад, на таможне пришедшие контейнеры из Китая, было зафиксировано, там было задекларировано другой, зафиксировано. На имя там и кого-то из деятелей из антифы пришло, там были супрессоры для вести автоматический огонь и глушители. То есть, там еще какие-то запчасти, которые позволяют переделывать полуавтоматическое оружие в автоматическое. Это то, что они якобы запретили вот эти Батстакс, то что они запретили, сейчас они их вызывают по новому. Понял, спасибо большое. И все звонок, добрый день. Говорить, пожалуйста. Алло, добрый день еще раз. Это Евгений. Я бы хотел немножко поддискутировать, что президент по закону не имеет права генпрокурору указывать, что ему делать, как расследовать, как себя вести. То, что Обама это делал и все вокруг него прыгали, это свидетельствует лишний раз об их единой шайке-лейке. А во-вторых, скажите, пожалуйста, господа, у вас не присутствует такое ощущение фаталистичности происходящего? То, что и республиканцы, ладно, демократы, фашисты, это одна компания, но то, что республиканцы и здравомыслящие люди, ну, скажем так, немножко гиват. По поводу всего происходящего. Потому что, ну, серьезного противостояния какого-то такого действительно резистанс, консерватив резистанс, ну, не наблюдается в этом. То, что медиа покрывает это, и то, что как-то все вот эти соцсети блокируют и цензурируют, ну, здравомыслящие. Отсюда и впечатление такое, потому что, на самом деле, и у тех же политиков, республиканцев складывается впечатление, что весь народ, все абсолютно считают, что мы живем в самой расистской на свете стране, и поэтому всем нужно срочно... В общем, понимаете, для этого все и затевалось такое масштабное движение, поэтому и похороны эти устраивались такие многодневные этого уголовника. Поэтому не только в США, а во всем мире, там, в больших городах, в некоторых странах прошли подобного рода митинги. То есть нагнетается эта атмосфера, народ подавлен, и, соответственно, и политики подавлены. У меня сегодня тоже после этого слушания какое-то слегка придавленное настроение, потому что, знаешь, так... Извините, я про это же и говорю, что, вы знаете, ощущение безысходности того, что вот это то, что на нас грядет, оно придет все равно, что бы ты ни... Как бы ты своим здравым мыслям ни оперировал, оно... волна эта идет, и тебя захлестнет все равно. Это такое впечатление, но на самом деле есть так называемое молчаливое большинство, и потом, как выяснилось, большая часть населения страны боится говорить правду или то, о чем она думает, потому что атмосфера 37-го года витает в воздухе, спасибо демократам, или... я бы их фашистами назвал. Ну, они так и есть, но... Посмотри, ведь не зря же народ запуган. Это же люди говорят, что они боятся, и это действительно так, потому что начинается с уваления с работы, а потом что будет? Концентрационные лагеря? И поэтому, я думаю, что молчаливое большинство, которое, может быть, не выступает, не говорит откровенно, но все-таки 3-го ноября соберет свое сознание в кулак, поднимется и пойдет и проголосует. Есть такие две цифры, которые вам немножко поднимут настроение. Значит, это идет из опроса 62% в Америке, которые считают, что вот это silent большинство, что оно победит по-любому. То есть, это вот те республиканцы и их сторонники, которые не выпячивают себя, не засвечивают, но пойдут и проголосуют за республиканцев. Это 62%. И 77% вопрошенных объявили о том, что да, действительно, они боятся того, что происходит сегодня в Америке, поэтому они стараются никому ничего не говорить о своих планах. Зато у вас есть возможность позвонить и сказать, что вы думаете по этому поводу. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Значит, мы надеемся на выборы, что выборы поведят республиканцы и произойдут в палату представителей. А что это изменит? Разбой будет продолжаться, может, еще больше. И палата представителей республиканцев и демократов останутся на колени. Разбой будет продолжаться. Как можно единственное остановить, это силой. Только силу может остановить и вернуть страну на свою. Значит, президент имеет огромную власть. Это самый мощный человек в мире. И у него есть федеральные ведомства, которые ему подчиняются. Не непосредственно, но начальство, когда знает, что он предназначает человека, который отвечает за какой-то отдел, он знает, что он будет делать то, что ему надо. Так что говорить о том, что отерный дженерал не подчиняется. Он не подчиняется, правильно, но он будет делать то, что надо, то, что он поставит. Типа, значит, президент должен, он имеет эти федеральные агентства, FBI, CIA, DOJ, которые должны, если местные власти не обеспечивают порядка, это обязанность президента и федеральных властей уменьшаться, уменьшаться, внести порядок. Они должны выявить, кто организует разбой и привести их, призвать их к ответу и заставить их заплатить за все дэмидж, которые сделаны организованные им. Спасибо. Мысль замечательная, согласен на 100%. Но это такое wishful thinking называется. Я вам скажу, что произойдет, если мы, дай бог, выиграем в смысле и получим и Сенат, и Палату, и президента. Самое главное, что может произойти в этой стране, это Трамп успеет все-таки закончить назначение судей, которые будут, я имею в виду, федеральных судей. И нас еще ждет два места в Верховном суде. Вот чего мы добиваемся. Никто не говорит о том, что как только вторые выборы пройдут, перестанут эти все восстания и так далее. Дело не в восстаниях. Ну, на самом деле, восстания, возможно, и будет, вспышка какая-то, насилие будет, но тут вступает другой фактор. А перед Трампом не будут маячить очередные выборы. Абсолютно. И поэтому он позволит себе поступать так, как того требует обстановка, а не так, как того требует политическая ситуация. Потому что эти гребаные барышни, которые живут на Норшор, вот просто в качестве примера, и таких везде хватает, которые ненавидят Трампа за то, что он такой неоттесанный мужлан, он к ним говорит плохо и так далее, и так далее. Для них вот это очень важно. А еще не дай бог, если какому-нибудь засранцу по башке достанется во время разгона демонстрации или во время ареста, они же тут сразу завизжат, упадут в обморок и не пойдут голосовать. Не знаю, пойдут ли они голосовать за Байдена, вроде говорят, что вот белое население за Байдена растет, я не знаю, что это за белое население, за выжившего из ума старика собирается голосовать. Объясни мне вот этот феномен, объясни мне, пожалуйста. Значит, Трамп, который делает все, он пытается бороться с этим коронавирусом, он борется с этими повстанцами, он борется со всем этим делом, его рейтинг находится тут, ну, скажем так, не очень высоко, прошу прощения, высоко. Но Байден, который сидит целыми днями в бункере, ничего толкового не говорит, кроме того, что ему раз в месяц напишут какую-то речь, причем он вчера же выступал, значит, 20 минут, все, но больше его не хватило. Он когда сходил со сцены, лучше бы они это не показывали, потому что он бедняга, если бы там не было этих двух мальчиков по сторонам, которые его поддерживали, он бы там и упал, понимаешь? Но у него зато рейтинг, судя по всем средствам массовой информации, аж зашкаливает. С чего? Ну, во-первых, мы помним, такой же рейтинг был в 16-м году у Хиллари Клинтон. Это говорит о... Добрый день. Добрый. Добрый. Make a minute great again. We'll try it. Добрый день вам, дорогие джентльмены. Слава Богу за вашу работу, и, пожалуйста, берегите нервы, потому что действительно вы нам нужны. Вы нас вдохновляете, и это серьезно. Я надеюсь, что мы вдохновляем не только звонить на радио... Послушайте меня, минуточку. Сейчас я вам дам возможность задать вопрос. Я надеюсь, что мы вас вдохновляем не только, так сказать, позвонить, высказаться, или там поспорить, или задать вопрос, Но мы вдохновляем вас, чтобы 3 ноября вы пошли к избирательным урнам, кто может пойти. И голосовали... Дело ведь не только... Вот это, на мой взгляд, это миф о том, что в Иллинойсе невозможно избрать республиканского президента. В Иллинойсе голосует, по-моему, еще меньше 40% населения. То есть, понятно, что там кукаунти посадили на автобус, привезли, проголосовали. Но молчаливое большинство, которое живет вокруг, которые все видят, понимают, просто остаются дома. Нет, нет, я не молчаливая. Я, наоборот, рассылаю ссылки, и людей шевелю, но действительно приходит такое иногда разочарование. Но я все равно, дух внутри, говорят, давай, делай, делай, делай. Все, что можешь, делай, искусство невозможного, чтобы вырвать ситуацию, мы должны невозможно сделать. Вот я хотела сказать теперь вот по поводу нашей сегодняшней, что мы собрали с темы. Во-первых, мы получили китайский тип коммунизма. То есть, как получили в самом начале, пике его такой стадии, которая зашла на территорию, проник на территорию США. К сожалению, это время, они все время готовились, как конкуренты. Китайцы, они слушали каждое слово нашего президента, который, к сожалению, был, при всем его уважении, я его очень уважаю, за него буду голосовать, потому что он трудяга. У меня папа живет в Нью-Йорке, у него друзья работают на его компанию. Это человек слова, при всем при том его, он живой. Дальше. Это ошибка его, потому что он не дипломатичен, он слишком открыт. И поэтому китайцы и это украли, это воспользовали, то, что он говорил, хотя то, что можно было скрыть, и, ну, вы сами знаете. И второе. Он, хотя и выглядит представителем республиканской партии, хотя он независим, но вот в этой партии недостает национального лидера. Вот именно силы и команды. Нету сплоченной команды. То есть они как разбросанные овцы. Вот вчера сказал, shame on you. И овцы все в кучу сбились. То есть кто, кому позор. Кому позор, это кто? Республиканцы делают, что сейчас происходит. Трампу стоило таких нервов выдержать импичмент. Они его не свалили. При всем при том, что там уже свидетели были там из Украины, вы знаете, товарищ один. И, в общем, он прошел. Потом пандемия. Первая волна. Никого не свалили. В прошлом году умерло 650 тысяч в Америке от гриппа, от простого. Сейчас они нагнетают. Никто в протестах, никаких амбуленс. Мы не видим ни скорых, ничего. Я, пожалуйста, призываю вас. Откройте глаза. Сегодня до трех, до четырех ночи утра в Портлэнде. Они встали напротив. Была трансляция прямая. Лайфстрим. Они напротив здания суда забрасывали его бутылками. Никакой реакции не было. Ни полиции, ничего. Вот. Теперь резюме. Мы получили китайский коммунизм. Со второй стороны мы получили левые радикалы, которые сидят. Вот эта вот старуха, которая не могла подняться после ее колено преклонения. Если уж ты колено преклоняешься, так ты уже действуешь достойно до конца. Или это вот эта показуха, то, что вы вскрываете на вашей передаче. Слава Богу за вас. Дальше. Сомалийский радикальный ислам, который спустил Обама. При всем при том, два срока он отбарабанил. Мы это проворонили. Это наша ошибка. В Миннесоте, в Миннеаполисе. Исламские радикалы и в Сомалии. Вот это сейчас. Вы меня простите, ради Бога. У нас, к сожалению, спасибо большое. К сожалению, времени больше не осталось. Спасибо за ваш звонок, за ваши переживания, за ваши мысли. И, тем не менее, надежда умирает последней. А мы не будем просто надеяться. Мы будем, поднимем руки, поднимем задницу и пойдем. По крайней мере, сделаем все, что возможно. А там уже. Абсолютно. И правда на нашей стороне. Значит, победа будет на нашей стороне. Всем хорошего.